МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Родион Архипов. Погорельцам в Ибресях предоставят новая квартира. Об этом заявил глава Чувашия на совещании по вопросам оказания помощи пострадавшим. Напомним, что в поселке 2 апреля сгорел дотлай 7-квартирный барак, в котором проживал 21 человек. Наша съемочная группа сегодня побывала в Ибресях. С подробностями Дмитрий Квалев. Разрушены стены, провалилась кровля, на пепелище повсюду разбросана кухонная утварь. Огонь уничтожил барак дотлай. Уже известно, что очаг возгорания находился в одной из квартир. Предварительная версия – короткое замыкание проводки. Проверка продолжается, но, по всей видимости, специалисты не скажут ничего нового. Местные жители давно жаловались на неполадки в электросети. Из-за того, что был сильный ветер, он был западный, и коридор как раз с задувания пошло, и практически люди не успели вытащить свое имущество. Деревянное здание выглядело быстро, как спичка. Огонь уничтожил все на своем пути. Вот так сейчас выглядит коридор. Из своих квартир жители успели вынести только ценные вещи и документы. Спасти свое имущество попыталась только одна женщина. Очевидцы рассказывают, что из горящего барака она хотела вынести личные документы. Огонь в комнате в это время полыхал вовсю. Выбираться женщине пришлось через окно. Она получила серьезные ожоги, и теперь за ее жизнь борются врачи. То злополучное утро вспоминают содроганием все жильцы. В любое время им готовы оказать психологическую помощь. Соседка кричит, что пожар, пожар. Сначала что-то вроде не придало значения, а потом дым пошел уже этот. Буквально пять минут я пока собиралась, ребенка младшего вытаскивала, буквально уже крыша вся горела. Многие погорельцы на время разместились у своих родственников. Двум семьям крышу над головой помогли найти поселковые власти. Пока квартирный вопрос не решится окончательно, люди будут проживать в Ибресинской гостинице. Здесь для них создали подобающие условия. Обеспечили предметами первой необходимости и питанием. Один на один со своей бедой жителей не оставляют. Вчера первая помощь была уже оказана. Администрация сработала вовремя. И соцзащита, Минздрава, Чувашии тоже. Они включились буквально вчера с 11 часов. И в течение дня проработали все вопросы. Материальную поддержку людям окажут республиканские власти. Деньги будут перечислять каждому погорельцу. Сейчас необходимо все подсчитать и в самое ближайшее время оформить документы. На каждого члена семьи до 100 тысяч рублей. Но для этого нужно подтверждение всех документальных материалов, для того, чтобы с бюджета деньги мы перечисляли. Новое жилье для погорельцев планируют построить к концу года. Из ветхого барака людей переселили бы в любом случае. Четыре года назад здание было включено в федеральную программу. В ближайшее время в районе объявят аукцион и выберут подрядчика. По программе переселения граждан из аварийного жилья на 2013 год, только по Ибресинскому району предусмотрены средства в объеме порядка 37 миллионов. 1200 квадратных метров будет переселено. Сгоревший барак Михаил Игнатьев потребовал снести уже до мая. Жителям поселка ничего не должно напоминать об этом пожаре. Медрик Ковалев, Александр Петров. Республика. С началом весны становится актуальной проблемой железнодорожных перевозок. На днях филиал ОАО «РЖД» в Казани в своем пресс-релизе, как сообщает информагентство «Регнум», предупреждает о вероятных последствиях возможного сокращения федерального субсидирования. Железнодорожники сообщают, что в 2004 году Минфин России планирует двукратное сокращение бюджетной поддержки пригородных перевозок с 25 миллиардов рублей до 12,5, в 2015 году до 6 миллиардов, а затем и вовсе прекращение господдержки. Следовательно, все финансирование перевозок пассажиров пригородным железнодорожным транспортом ляжет на региональные бюджеты. В Чувашии перевозки пригородными поездами занимают 1% от общего числа перевозок. При этом субсидия, которую выдвигает перевозчик, в 100 раз больше по сравнению с другими видами транспорта в расчете на одного пассажира. В бюджете такие средства отсутствуют, но, понимая социальную значимость пригородных перевозок, власти стали снижать количество вагонов, оптимизируя маршрутную сеть и расписание. Еще прошлым летом премьер-министр Чуваши Иван Матурин обвинил монополиста. По его словам, РЖД отказывается от решения многих проблем, не принимая во внимание интересы регионов. Татьяна Молокова, Республика. В ближайшее время получить посылку можно будет в почтоматах. Почта России запустила в эксплуатацию специальные автоматические устройства для выдачи почтовых отправлений. Сегодня 133 почтомата работают в 60 городах России. Стартовал такой проект и в Чувашии. В Республике пока функционирует только один почтамп. Установлен он в Чебоксарах на цокольном этаже торгового зала «Каскад». Получить отправление можно ежедневно с 9 до 21 часа. Пока услуга оказывается только клиентам интернет-магазинов и компаний каталожной торговли. Но планируется сделать ее доступной для всех категорий клиентов, в том числе и для физических лиц. 9 мая – День Победы. О том, как 68-ю годовщину праздника отметят в Чебоксарах, говорили на заседании рабочей группы в Доме правительства. Подробности далее. Ветераны встретят праздник с чистыми окнами, а привести дом в порядок поможет активная молодежь. К 9 мая в городе готовят не только торжества и поздравления. Девиз праздника – забота о тех, кто в 40-х позаботился о свободе Родины. В районах города создаются тимуровские волонтерские отряды, которые будут помогать ветеранам. В Ленинском районе не первый год проходит акция «Чистые окна». В Московском – «Чистый дом, тепло и уют». Также в срок до 1 мая будут завершены ремонтные работы в квартирах для ветеранов. Впрочем, вспомнят о героях войны не только в праздник. Чтобы молодое поколение знало, что отмечает страна 9 мая и в честь кого над заливом прогремит салют, с 9 апреля в образовательных учреждениях стартует специальная программа. Состоится месячник патриотического воспитания «Победные дни России», направленный на военно-патриотическое, интернациональное и нравственное воспитание молодежи. В рамках месячника пройдут гражданско-патриотические акции, такие, как эстафета памяти поколений. Без внимания в праздник не останутся и те ветераны, кто не сможет выйти на гуляние. Уже заканчивается составление списка тех ветеранов, кого нужно поздравлять на дому. Здесь совместно с депутатами, администрацией города, спонсоров будем привлекать. Будем поздравлять ветеранов на дому, чтобы каждый ветеран у нас в городе был охвачен вниманием. Каждому ветерану сейчас готовят поздравительные открытки. Решается вопрос с финансированием продуктовых наборов. Если брать по уровню подарков прошлого года, то это примерно тоже нам нужен еще миллион. То есть вот пока мы реально не видим пока этих денег. Если мы его увидим реально, то как бы проблема будет снята. К празднику украсят город. Но подумать рабочей группе придется не только о красоте, но и об удобстве. В местах проведения массовых мероприятий будут предусмотрены дежурцы скорой помощи, организованной выездной торговли. Организованы дополнительные места парков общественного и личного транспорта будут. В праздничный день будет продлена работа городского транспорта. Торжественным строем смогут пройти и те герои, которых уже нет с нами. Фотографии воинов бессмертного полка пронесут внуки и правнуки. Ну а самое торжественное событие праздника – парад победы ветераны смогут посмотреть со специальных почетных мест. Начало проведения парада в 12 часов. Планируется привлечь личный состав в количестве 15 ротных торгов, численностью 900 человек. Личный состав свыше 50 единиц будет техникой. Ответили на заседание рабочей группы и на вопрос, который традиционно волнует горожан. Завершится праздничный день с салютом победы, который начнется 22 на 0. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. На смену зиме, похоже, все-таки пришла весна, запоздалая, с дождями и наводнениями. Реки начали освобождаться от льда, и в некоторых из них уровень воды поднимается с каждым часом. Тонны быстро тающего снега могут доставить немало проблем жителям Чувашия. Опасаются специалисты и за памятники, которые могут быть повреждены грунтовыми водами. Парк победы в столице республики наиболее крупный в городе и потенциально оползнеопасный. Поэтому и работа здесь проводится серьезная. На сегодняшний день никакой опасности для монумента не существует, говорят специалисты. Склон абсолютно устойчив, все поверхностные и грунтовые воды отводятся. Еще один важный объект осмотра – памятник матери-покровительницы. Вокруг него ходит немало слухов о том, что прочность монумента далека от идеальной. Специалисты твердят об обратном. Они утверждают, что конструкция монумента матери абсолютно устойчива. Правда, срок 10 лет дает о себе знать. В 2013 году на проведение ремонтных и профилактических работ администрация города выделила 4 миллиона рублей. В настоящее время проводится, разрабатывается расчет усилий натяжения тросовой конструкции. Потом будет проведена ревизия натяжных устройств. На третьем этапе приглашаем специалистов с Волгограда. Они разработают проект и проведут монтаж устройств контроля за натяжением тросовой конструкции. Еще один бессменный спутник весны – Паводок. Но и тут все под контролем, говорят представители власти. Переменчивая погода может ухудшить ситуацию. Но план работы противопаводской комиссии утвержден и будет выполнен. Со 2 апреля у нас начался ежедневный мониторинг ситуации таких мест, как водоососных станций Заволжья, низменных окрестностей города Чебоксары, а также мостовых переходов. В тех местах, где по многолетним наблюдениям может возникнуть чрезвычайная ситуация. В целом ситуация в Чебоксарах стабильная. Все под контролем, отмечают специалисты. За возможные неблагоприятные последствия весеннего половодья жителям города беспокоиться не стоит. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Не появляться в университете ни на занятиях, ни на зачетах и получать только пятерки. Речь идет не об удобствах дистанционного образования и высоком уровне знаний студентов, а о взятках. Директора канаджского филиала ЧГУ подозревают в том, что знания студентов им оценивались рублем. В кабинет директора канаджского филиала ЧГУ правоохранительные органы наведались еще несколько недель назад. По версии следствия, за более чем 150 тысяч рублей студенты-заочники трех групп получали в свои зачетки отличные оценки. Однако в рамках расследования этого уголовного дела всплыли и другие эпизоды. В итоге липовые пятерки одной из студентов канаджского филиала ЧГУ превратились в пять уголовных дел. По версии следствия, в 2008-2012 годах подозреваемый получал от одной из студенток, обучавшихся в этом филиале, взятки на общую сумму свыше 50 тысяч рублей за заполнение ее зачетной книжки, без фактического посещения ей занятий, а также зачетов и экзаменов. Кроме того, эта девушка не появилась ни на одном зачете, ни на одном экзамене, ни на защите отчета о преддипломной практике. Также ее не было на защите дипломной работы. Также отсутствовала она и на государственном квалификационном экзамене, на котором, тем не менее, она получила пять. Сейчас все уголовные дела объединены в одно производство. Расследование продолжается. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика. Наши предки всегда любили и почитали певчих птиц, вивших гнезда вблизи их поселения. Однако обычай строить птичье жилище появился всего около 400 лет назад. Всем нам привычный птичий домик, скворечник, стали устанавливать в 17 веке в Западной Европе. В российском государстве, как и многие другие нововведения, скворечники появились в эпоху правления Петра Первого. Увидев во время своего путешествия по Европе скворечники, он привез эту идею к себе на родину. Сегодня домиками для птиц люди устраивают повсеместно и стар, и млад. Причем изготавливают их из самых разных материалов. Известный чуварский скульптор Вячеслав Иткер считает, что лучший домик для пернатых – это то, что придумала сама природа, а человек лишь немного ей помог. Вот такие маленькие избушки, как их называет сам мастер Вячеслав Иткер, украшают многие дворы в Ишлеях, что в Чубаксарском районе республики. Деревянные произведения искусства давно пришлись по душе односельчанам и не только. Повесил у одного заказчика скворечник. Буквально через три дня туда заселились весной скворцы. Говорят, первый год они не селятся обычно. Они присматриваются или хотят, чтобы это дерево немножко подстарилось, чтобы оно какое-то естество природы приобрело. Идея такого необычного птичьего домика пришла случайно. Друг попросил Вячеслава смастерить к весне скворечник. Скульптор, не откладывая в долгий ящик из деревянной чурки с помощью бензопилы и пары гвоздей, изготовил вот этот дворец. И вот решил вырезать из цельного дупла и сделать скворечник. Ну, ему понравилось. Потом еще какая-то внутренняя потребность появилась. Себе сделал в огород тоже. Вот появились заказчики. И вот пошло. А так внутри, естественно, диаметр там где-то 15 сантиметров должно быть. Главное, чтобы диаметр соответствовал. Хочется в дереве использовать максимально естество самой древесины. Сучковатости, пороки, гнили, грибки. Все что угодно. Чем дерево естественное, тем оно интереснее. Я так считаю. И вот эти конечки с сучками тоже самое. Ну, как бы старинные избушки, что ли. Вячеслав Иткер считает, что красить в яркие цвета такие домики не нужно. Цвет древесины сам по себе красив. Да и птахам нравится больше. Свои скворечники скульптор вырезает из разных пород деревьев. В ход идут липа, клён, береза, ива, дуб. Из деревянных чурок мастер выпиливает не только домики, но и предметы быта, декоративные и скульптурные композиции. Многие работы скульптора можно увидеть в самых разных районах республики. К примеру, вот эта утиная пара в скором времени украсит парк Аликовского района. За 24 года творческой деятельности Вячеслав Иткер с помощью одной лишь бензопилы своими золотыми руками создал тысячи деревянных произведений искусства. И останавливаться не собирается. Обещает, то ли ещё будет. Галина Титарчук, Светлана Лекимова, Александр Петров, Республика. Фестиваль «Студенческая весна» перевалил за экватор. Во вторник свой концерт показали студенты экономического факультета ЧГУ. Какая тема заинтересовала экономистов в этом году, смотрите в нашем следующем репортаже. Концерт этой команды всегда проходит при полном аншлаге. Экономический факультет не раз завоевывал переходящий кубок студенческой весны ЧГУ. Сами артисты признаются, удерживать пальму лидерства помогает сплочённость. К подготовке яркого шоу подключаются все, и даже выпускники. Каждый год членов жюри и зрители-экономисты удивляют оригинальными историями. В этот раз главный герой студвесны попадает на остров. И здесь его встречают не совсем радушно. Для исполнителя главной роли нынешняя студенческая весна особая. В этом году он заканчивает вуз. Конечно, признаётся артист, хочется победы. Для неё все средства хороши. К своему концерту экономисты начали готовиться задолго. Шикарные декорации, необычные костюмы, особые украшения общей картины. До мелочей студенты оттачивали каждый номер. Сытанцы им помогали ставить профессиональные хореографы. Это прежде всего массовые танцы, конечно же, где мы из года в год собираем до 100 человек, которые одновременно находятся на сцене. Нечто грандиозное. В этом году тоже не отстаём. Сегодня мы не превысили 100, но где-то 80 было. На своей студвесне экономический факультет не привык экономить. То настоящий мотоцикл в номерах задействуют, то автомобиль выкатят на сцену. В этот раз зрители попытались поразить эффектным дефиле. По импровизированному подиуму сцены ДК Чегу проплыли гигантские рыбы, медузы и осьминог. По задумке авторов, всё это фантазии главного героя. Отдельные номера действительно впечатлили. Их подача, безумно классный танец, наконец-то прекрасный вокал, очень яркий, чувственный. То есть есть стоперсентные десятки, с моей стороны, я думаю, со стороны других член жюри это подтвердится. Пока экономисты по заработанным баллам в пятёрке факультетов. Удастся ли им остаться в лидерах, покажет время и концерты ещё пяти факультетских команд. До финала осталось совсем немного. Переходящий кубок победителям вручат в конце апреля. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалёв, Александр Петров, Республика. И в конце выпуска приятная информация. Сегодня в Москве на деловом форуме российских СМИ глава издательского дома «Журналист» вручил главному редактору советской Чуваши Африкану Славьёву диплом победителя конкурса «Главный редактор 2013» в номинации региональных СМИ. На этом у меня всё. До свидания. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Сёмкин